Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. Он будет о готовке. Я не просто поделюсь с вами какими-то рецептами, это то, что я действительно готовлю для всей нашей семьи, начиная с первых блюд и заканчивая десертами. Все блюда очень простые, быстрые в приготовлении. Обязательно оставайтесь со мной. Сегодня делаю такую типа как ленивую шарлотку. Для начала я взяла форму, в которой я буду все это дело запекать. Смазала ее при помощи сливочного масла. Можно использовать и кокосовое. Тем временем разогрела духовку до 200 градусов. И яблоки можно натереть. У меня здесь полкилограмма сладких яблок. Но я их забросила в блендер и буквально несколько секунд измельчила. Все, и добавила чайную ложечку приблизительно корицы. И дальше я буду посыпать это все дело, как бы это назвать, по-польски это крушонка. Короче, это такой микс, которым засыпаются любые фрукты или ягоды. И когда это запекаешь, он становится хрустящим. И часто его делают на основе сливочного масла. Я же взяла 2 столовые ложки кокосового масла рафинированного, которое специально для запекания. 50 грамм овсянки, 50 грамм кокосовой муки. Можно взять абсолютно любую и даже цельнозерновую. Сахар по вкусу кладем. У меня это коричневый сахар. И перемалываем все. Буквально тоже там, ну секунд 10, скажем, выкладываем поверх. И будем запекать 20 минут. Так, друзья мои, это настолько быстро, просто и вкусно, что вы обалдеете. Будете постоянно готовить. Можно есть как с йогуртом, так и без ничего. В качестве закуски к чаю, кофе, с мороженым, с чем только придумаете, у нас вся семья любит. Том их сказал, что он больше не может есть индейку и курицу. И попросила сделать что-то из свинины или говядины. Поэтому я решила сегодня на обед в качестве такого разнообразия приготовить что-то в стиле кебаба. Но булочек у меня не оказалось. Зато дома были вот такие врапы. То есть это как плоские лепешки для тортилы. Также вы можете купить любой лаваш, который продается в ваших странах. Его еще и можно замораживать. И здесь у меня где-то полкилограмма мяса. Посмотрим, сколько у меня получится. Но я думаю, что этого нам без проблем хватит на обед, на четверых. И еще, наверное, на завтра немножко останется. Я нарезала мясо тоненькими кусочками. И использовала приправу для кебаба, для гироса. Если у вас ничего такого нет, то берем чесночок, сладкую паприку. На полкилограмма мяса я использовала где-то 4 чайные ложечки без верха этой приправы. И еще сверху 2 чайных ложечки сладкой паприки, неострой. Любите остренькое? Добавляем чили. Добавляем также майоран. Вот все приправы, которые используются для маринада мяса. Я заранее все это немножко подготовила и оставила на 2 минутки. Ну, не на 2, чуть дольше. Пока нарезаю овощи, поджариваю лук. А мясо пусть немножко промаринуется. Я напишу вам, какие приправы еще можно смиксовать, чтобы получилось нечто подобное, если вдруг в ваших странах или в ваших магазинах сейчас-то не продается, чтобы также лишний раз не бежать в магазин. Тем временем я нарезала 2 средние по размеру луковицы и поджарила это на растительном масле. Можно это делать на сковородке, но я использую по максимуму свой прибор. Сюда же кладу мясо и жарим на протяжении где-то 10 минут, если у вас так же свинина, как у меня, и периодически это помешиваем. Пока мясо жарится, я займусь овощами. И также я буду делать соус на основе чеснока и огурца, а также йогурта. Для того, чтобы йогурт не был слишком водянистым, не размачивала булку, не вытекал как-то, удаляем сердцевинку огурца при помощи ложечки. Это сделала очень удобно. Дальше нарезаем его вот такими небольшими кусочками. Измельчаем в блендере сначала отдельно, выжимаем сок и через чеснокодавилку пропускаем в йогурт чеснок. Для тортиллы можете использовать любые овощи, которые у вас есть, которые вы любите. Это может быть даже консервированная кукуруза или капуста белокочанная. У меня дома оказался салат, также нашла помидор. Можете взять редис, можете дополнительно нарезать огурец, паприку. Можете сделать морковку по-корейски. Короче, все, что любите вы, члены вашей семьи. Я уже измельчила и чеснок, и огурец, и дальше будет моя небольшая импровизация. Я беру, ну, грамм 200, наверное, обычного йогурта, без каких-либо добавок. Дальше достаю все, что есть в холодильнике. Это и свежий укроп, и зеленый лук. Также нам еще понадобится соль и перец. И здорово было бы добавить еще и свежую мяту. Ну, сегодня обойдусь без нее. Зато у меня есть кинза. Вот ее к мясу прямо в тортилу добавлю только себе и мужу, потому что дети не очень любят. Кстати, если йогурта дома не оказалось, вы можете взять кислую сметану. Ну, самую обычную, причем не самую жирную. Так выглядит уже готовое мясо. Томак заценил. Уже успел попробовать. Обязательно разогреваем наши булочки, лаваши. Да, вы можете взять обычную булочку, разрезать и туда все подкладывать. Тоже будет очень вкусно. Не обязательно бежать за пито или за чем-то специальным. Так что импровизируем, друзья. Готовый соус типа цаццики, помытый салат. Поставила его вот так, чтобы стекла вода. Нарезала огурцы, помидоры. Еще мужу и себе буду добавлять хлопья острого перца. И лайфхак года. Просто если не века. Для того, чтобы удобно было есть это все, даже в домашних условиях, мы будем заворачивать нашу тортиллу в фольгу. Вот и все. Первый готов. И поверьте мне, что вы не останетесь голодными после одной вот такой тортиллы. Томак, хорошая. Вкусная? Вкусная. Сегодня варю куриный бульончик. Для начала погружаем мясо в холодную воду, доводим до кипения и ждем, когда соберется такая пенка. Убираем ее, потом только солим, и благодаря этому наш бульон будет более прозрачным. Еще один небольшой секретик, о котором я пару раз рассказывала. Но так как я веду свой канал уже много лет, и за последние два года у меня увеличилась аудитория, делюсь с вами еще раз. Очень интересный вкус придает именно подгоревший лук. Если у вас есть газовая плита, то прямо на газ кладем и даем ему аж почернеть. Но не прямо, чтобы он полностью сгорел. Также кладем в наш бульон морковку, если есть, то лук-порей, корень сельдерея в таком большом кусочке, потому что все равно, но лично я от этого буду избавляться. Никуда его не применяю. Еще где-то корень петрушки у меня здесь. Если есть, даже свежая петрушка. В общем, какие-то такие овощи, универсальные, скажем так, которые часто используешь для супа. И варим это на маленьком огне, где-то час, если у вас курица. Если другое мясо, то дольше. Но главное, чтобы, как поляки говорят, рассол моргал, как бы. То есть он не кипит, не булькает. А вот видно, что он на очень высокой температуре, но чтобы не было вот этих пузырьков слишком много. В конце я добавляю еще лавровый лист и два душистых перца. И отдельно отвариваем макароны. У меня вот такие тоненькие. Подаем куриный бульон с мясом. Я нарезала также морковку. Добавила перчик и петрушку. Здесь у меня знакомые многим блинчики из цукини. Я просто перемолола это все в блендере, не натирала. И запекла в духовке. 250 грамм приблизительно цукини. Далее я взяла большую луковицу. Не знаю, какой у нее вес. 120-130 грамм муки. У меня цельнозерновая. Два яйца и две ложки таких жидких сливок. Можно заменить на сметану, но не очень кислый. Соль, перец. Все это хорошо перемолола, перемешала. Выпекаем 15-20 минут в уже разогретой духовке до 230 градусов. Здесь у меня типа как творожный соус. Я взяла большую горсть свежего шпината зеленого. Перемолола его в блендере. Можно взять с такой, знаете, ручкой. И дальше еще добавила 2 столовые ложки такие с верхом йогурта. 200 грамм творога. Соль, перец. Выжала несколько капель лимона. Все хорошо взбила блендером. И теперь у меня будет еще более сытный ужин. Потому что, честно говоря, после обычных блинчиков с йогуртом я довольно быстро голодна. А вот такого ужина мне надолго хватает. Не хочется есть на ночь. Время обеда. Сегодня у меня овощной суп с бездрожжевым хлебом. Я очень люблю именно черный хлеб. Белый мне кажется каким-то безвкусным. А чтобы суп был более насыщенным, я люблю добавлять сюда такую базу. Это, конечно же, картофель, немножечко сельдерея, лука-порея, морковка. И также я нарезаю маленькими кубиками. Или, если это небольшой корень петрушки, то просто такими кружочками, полукольцами. Короче, все зависит от величины корня. В общем, беру корень петрушки. И потом уже все, что у меня есть. Можно и цукини использовать. И также цветную капусту, брокколи. Можно всего по чуть-чуть. И в овощной суп я также люблю добавлять где-то одну треть мускатного ореха перемолотого. На такую небольшую кастрюльку. И также обожаю вот эту смесь для любого супа. Также для соусов использую. Я покупаю ее на iHerb в очень больших упаковках. И здесь томаты, петрушка и корни разных растений. Я подозреваю, уже не помню. Это так давно было. По-моему, здесь и сельдерей, и тоже петрушка есть. И всегда, вот знаете, когда тороплюсь, то как минимум использую эту овощную смесь. А если у меня есть свежие заготовки, то я всегда там немножечко кладу. И варю суп минут 20, чтобы это все не было таким разваренным. И подаю со сметанкой. Это моя морозилка. Здесь и мороженое, и креветки. Также вот там замороженная клубника. Вот, например, когда я покупаю сельдерей, лук-порей, я все это нарезаю. И часть сразу использую свеженькое. А часть замораживаю. То есть делаю такие супные заготовки. Потому что обычно я вот использую то, что кладу в холодильник, очень часто пропадает. И такое не люблю. И вот, например, купила цветную капусту. Часть использовала для супа, а часть заморозила. И здесь же, да, брокколи у меня есть. Можно покупать замороженные овощи, уже готовые, расфасованные. Но вот этим уже миллион лет, честно говоря, даже не я их покупала. А вот такие стандартные, обычные овощи, которые слишком большие лично для нас. Я люблю купить, пофасовать. И потом это ускоряет процесс готовки. Дети накормлены. Теперь моя очередь. Сегодня у меня очень вкусный ужин. Это просто отваренная гречневая каша с солью и с сливочным маслом. Это приготовленные на пару овощи, которые готовятся довольно быстро. Также сделаны на пару тифтерки. Я быстро готовлю фарш. Беру где-то грамм 400, наверное, куриновое филе. Одно яйцо. 2-3 столовые ложки панировочных сухарей. Или можете взять очень черствый белый хлеб. Перемолоть его на блендере. И добавить к мясу. Также я всегда кладу какие-то приправы. В этот раз это чайная ложечка майорана. И чайная ложечка тимьяна. Очень такие нежные приправы. То есть они ощутимые. Но не типа карри, знаете, что перебивает вкус. И если кто-то не любит петрушку, как, например, Захар, то тимьян и майоран его не смущают. Соль, перец и это все. Также можете это пожарить. И соус, не поверите, я сделала очень просто, очень быстро. Не поверите, я взяла 2 черпака овощного супа, который я вчера готовила. В нем уже была сметана. И это очень хорошая основа для соусов. Можно добавить несколько ложек или одну ложку, например, томатной пасты. Я же добавила 2 столовые ложки хрена. Перетерла это все хорошо в блендере. Ну и вот теперь у меня такой соус. И вообще не ощущается там ни цветная капуста. И никто никогда в жизни не догадается, что это был овощной суп. Все, приятного мне аппетита. Надеюсь, что вы почерпнули какие-то новые идеи. Дети очень любят панкейки. И это очень классный вариант завтрака или полдника. Кстати, я делаю большее количество теста. И потом часть ставлю в холодильнике, например, на второй, третий день даже могу пожарить. Или же вообще замораживаю. Это тесто спокойно переносит в заморозку. Что нам для этого нужно? 2 яйца, 300 грамм муки, пол-литра йогурта или иногда даже беру кефира, 2 чайные ложечки соды, 2 чайные ложечки разрыхлителя, 2-3 щепотки соли и также можно добавить 50 грамм сахара, сахарной пудры точнее даже. И еще 50 миллилитров оливкового масла. Тогда уже будем жарить на антипригарной сковороде без масла. И вот видите, они у меня под крышкой. И когда появляются пузырики, я их буду переворачивать. У меня прервал курьер, поэтому я жарю еще одну партию, а это уже готово. Вот такие панкейки получаются. Они очень воздушные, нежные. И можно есть, например, с йогуртом, с медом, с ягодами. С чем только придумаете. Я вам очень советую заранее сварить побольше куриного бульона. Например, в течение двух дней мы едим его, а на третий день уже хочется какого-то разнообразия. И это два супа, которые всегда едят дети. Они очень быстро и просто готовятся. И смотрите, что я сделала. Я процедила куриный бульон, который у меня был. Оставила только несколько морковок. И еще отделила мяско. Сразу вот такими ниточками буду класть в каждую тарелку. Если ваши дети не едят мясо, ну не знаю, не любят. Я вот как ребенок, просто не из-за убеждений, не из-за аллергии. Я не любила консистенцию мяса. И мама очень часто перемалывала у меня в блендере. Как-то это перетирала, измельчала и добавляла в супчик. Это тоже вам на заметку. Если у вас, например, совсем маленький ребеночек еще не может грызть все. Теперь, значит, что мы делаем. Берем томатную пасту. У меня будет целая баночка, потому что у меня такая большая кастрюля бульона осталась. И здесь у меня 200 грамм. Но чем меньше у вас исходного бульона, тем меньше берем томатной пасты. Нам нужно, чтобы это был такой помидорный суп. Еще нам понадобится сметанка. Я сейчас сразу добавлю в кастрюльку морковку и также томатную пасту. Хорошо размешиваем. Потом еще буквально несколько секунд. И наш суп уже будет готов. И такой суп подается здесь в Польше. Или же с рисом, который я уже здесь отвариваю. Или тоже с макаронами. Тут смотрите, что любите вы. Макароши такие тоненькие, которые быстрого приготовления. За 6 минут они уже отвариваются. Теперь доводим суп до кипения. Смотрите, нам нужно добиться такого интенсивного красного цвета. Кладите столько, чтобы суп не был очень прозрачным. И так как уже бульон не будет таким, как ранее, мы добавляем еще что-то. Поэтому досаливаем и еще добавляем перчик. С этим карантином у меня так быстро все расходуется, что заканчиваются самые основные продукты. Там соль, перец, сахар, мука. Все прям летит, потому что мы едем только дома. Дадим ему несколько минут. Доводим до кипения. Как раз уже сварился рис. Подаем с мясом или без. Я люблю добавить еще и свежую петрушку. С рисом или с макаронами, как я сказала. Петрушки дома не оказалось. Буду есть с укропом. Такой очень простой, быстренький суп и сытный. У нас дома оказались очень переспевшие бананы. Дети их не захотят есть. Но не пропадать же добру, я решила испечь банановый хлеб. Нам понадобится 350 грамм бананов. И также заранее я подготовила измельченный шоколад. У меня не целая плитка была 90 грамм. Я думаю, что этого достаточно. В идеале было бы взять черный горький шоколад. Но у нас в холодильнике был тот, который не пользовался популярностью. Так что использую его как раз для этого кекса и орешки. Можете взять любые, которые любите вы. У нас были вот эти. Около 80 грамм орехов. Измельчаем. Разогреваем духовку до 180 градусов. И также заранее я постелила кексовую форму, бумагу для выпечки. И займемся основным тестом. У нас тут за кадром веселуха. Тем временем я уже сделала все. Буду выкладывать в форму. Я измельчила бананы практически до состояния пюре. И дальше нам понадобится миксер. Смешиваем. Следующие ингредиенты. 3 яйца, 370 грамм муки, 170 грамм или миллилитров подсолнечного масла, 2 ложечки разрыхлителя для выпечки и также целую упаковку ванильного сахара. Что-то еще. А, а еще корицу. Все это хорошо взбила, чтобы ингредиенты между собой соединились. И потом добавила уже измельченные орехи и шоколад. Просто все перемешала. Выкладываю и будем запекать минут 50-60. Банановый шоколадный кекс уже начал разлетаться. Когда достанете его из духовки, то дайте ему 20 минут, чтобы он остыл. И потом нарезайте. Внутри он влажный такой, очень мягкий, очень вкусный и сытный. Обязательно попробуйте, потому что рецепт очень простой. Вот, мальчишки едят с молоком. Я еле сдерживаю себя, чтобы не есть на ночь. Я надеюсь, что это видео вас вдохновило. Если да, то не забывайте поставить пальчик вверх. Сохраняйте в любимое. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.